Рак Мур-мур Салют Салют Прикрепить комментарий Салют Со мной тут собачка Со мной собачка Смотрите Это кто тут Всем махать Махаю всем Че народ Подтягивайтесь Начнем поговорим Не надо спать идти Всем привет Друзья Спать рано Рано еще спать Вы че Сейчас поговорим по батлу Вот Всем привет Тонкий расчет Тонкий расчет Запустить трансляцию В 22.30 А знаете почему Потому что Сегодня была трансляция У Династа В 19.00 Где он говорил по батлу Вот И все такое И я подумал А чем мы хуже Династа Ну кроме того что 3.0 Мы проиграли Вот Чем мы хуже Династа И расчет В том что Понимаете У Династа В 19.00 Часов трансляция То есть это Все школьники Пришли домой Все школьники Пришли домой Поели Делали уроки И все А у нас трансляция В 22.30 Знаете почему В смысле Хуевое качество Че такое А у нас трансляция В 22.30 Потому что У нас Нет школьников У нас Серьезные Дяденьки Серьезные Тетеньки Тут собрались Опять На ночь Глядя И поэтому Всем салют Это Витя Бовик Команда Смоки Мо Анана Тигры Вот Че в смысле Я в пикселях Сейчас нормально Нет Ближе Ближе Дальше Ближе Вдох Выдох Ближе Дальше Всем салют Привет Поговорим по батлу Сегодня То что вы видите Внизу Вот здесь Вот Это прикрепленная Сбербанковская карта Я подумал Не надо этого делать Зачем продаваться Да То есть Люди хотят Люди благодарят Люди не хотят Люди благодарят И шлют нахуй Вот это их благодарность Но Я посмотрел Трансляцию Династа Где он прикрепил карту Я думаю Зачем нам Проебывать Второй раз Правда Ребята Поэтому Давайте Сегодня Мы Накидаем Ему накидали 6 рублей А нам Накидаем 9 Супер Супер Хоть в чем-то Мы выиграем Династа И уберем Это несправедливое Судейство Е Комменты Не идут Прикиньте А Протри камеру Серьезно Так лучше Так лучше Не Не С камерой Все супер Комменты Верхние Идут У Династа Да Детские Голоса Он там Шашлычки Сидел Да в смысле В пикселях Ребята Все нормально Я не знаю Аудитория Либо Сейчас нахожусь Начнем с важных вопросов Сегодня скорее всего Без запросов На прямом В прямом эфире Да Просто так Поболтаем Блин Интернет вроде нормальный Че до Москвы Не дошел интернет Что ли Хороший На смысле Пикселей Блин Ну Сори Сори Давайте Короче Идем на голос Идем На мой Голос Афиша Арбел Мне нравилась В смысле Нравится Да Норм Свой О Кстати Не лайкайте Не будет пикселей Вот Как вам Виталя Да Зачем Моя трансляция Я не настолько Хайповый Короче Давайте Начнем с батла Потом Вопросики Давайте Сначала Вопросики Сначала я вам расскажу А потом Вопросики Позадаете Актуальные Всем салют Всем салют Голос мой Идите на мой голос Идите Я вас выведу Из комы Это наш путь Из комы Е Немножко рэпа Тут Норфолк Торьерования Скачет Блин Че делать Интернет вроде норм Я не знаю Может Может кто-то В соседней Комнате Смотрит Фильмы какие-нибудь Вот А так норм В общем Давайте По батлу Сразу Отвечу Батл Был 5 Августа Понимаете Прошло уже 50 дней Я считаю Дни с этой Злополучной Датой Плюс-минус Поэтому Расстройств У меня Никаких Нет Нет На этот счет Но Как только Закончился Батл Как только Закончился Батл Я сразу Сказал Ребятам Что Скорее всего Я проиграл Скорее всего Я проиграл Ребята Вот Вот сказал команде вот сказал всем корешам которые там были что ребята наверное проёб но 21 я приму достойно вот и в этом плане конечно получилось не очень хорошо с точки зрения может быть немножко несправедливости я не считаю что меня засудили где нас был круче я считаю что это мой лучший батл вот на данный момент на момент 5 августа и на момент сегодняшнего дня вот и но он просто прыгнул на несколько голов а я прыгнул на одну голову понимать разница голов разница головок вот я в пикселях нет скажите я нормальный приблизить отдалить чё надо сделать то судьями не спорят тем более что у меня было 100 батлов да но видосы с них не вышли и за всю эту движуху в рэпе я проигрывал так много раз что для меня это вообще не принципиально я умею проигрывать и в этом ничего плохого нет знаете без проигрышей не бывает побед сказал гитлер и застрелился ой вот и блин и опять пиксель ну чё сделать давайте так давайте с пикселями сегодня ну вот короче йогурт мой не трогай собака слышь вот а 21 должно быть потому что ну третий раунд мой лучший ну то есть лучше мой третий раунд у него первый второй по раундам объективно 21 должно быть вот решение спорная ну 30 до собаку ну-ка отстонет меня вот 30 нормально проиграл проиграл вот давайте к всяким ситуациям к спорным перейдем к вопросам комментаторов всех плохих я конечно же и баут баут в раут вот сеймур нет не рядом сеймур в москве но не но что поделать комментарии я не читаю поэтому как бы хер с ними давайте главный вопрос первого раунда димаста димаста который white star вот кто будет писать тут плохие комментарии я не поленюсь заблокирую скорее всего вот ребята настрой крутой все супер вот короче фишка с димастой многие пишут вот ты засал там натравил понимаете все адекватные люди поймут что у меня не было целью как-то прессануть династом вот этим вот то есть если бы я захотел чтобы династ как-то понес на это наказание я бы просто мог сказать димасте слушать чувак там кучу лет назад тебе ну вот так вот сказал про тебя такую штуку вот цель была немножко в другом цель была понимаете противопоставление того что читал пи м да про казаха что вот казах пиздел на димасту и просто посмотрел об отл с хосом и вижу что ситуация такая же вот не было целью там как-то его за это наказать но раз этот факт вскрылся я думаю почему бы нет и в том числе строки династа про браги что вот браги гопник но династа вот хуярит у браги нет яиц вот и все такое поэтому цель была просто повторит он слова или нет вот династ красавчик он появился в этой ситуации очень круто у меня было два варианта соответственно вилка до посейдон и все такое то есть если он повторит да я ему скажу что в отличие от браги у тебя все в порядке с яйцами правда но все равно улыбаться не стоит то есть он мог быть доволен быть собой да что я повторил все ура я молодец но типа улыбаться не стоит за тобой следят вот и вторая вилка что он не повторит тогда это просто его этот что вот за тобой тоже следят мы все видим да вот и ты не повторил значит ты не лучше браги ну условно я-то не считаю что браги браги там нет яиц и все такое это была чистая игра на этом то есть никакой цели не было там как-то обидеть династа смена про про сменить трусы это просто про две буквы то есть династ говорил что у нас мне две буквы и он станет димаст и и вот бы я думал если он не повторит то как раз ему надо не сменить не две буквы от трусы грубо говоря вот что касается до батла сегодня династ говорил про этом про это в трансляции в самом начале еще до батлов подъехал димаста и мы с ним поздоровались отошли в сторону и это видел династ то есть я видел что династ смотрит за нами он там повторял текст каким-то чуваком он сегодня про это говорил да так и было вот и мы отошли с димастой и все видели что мы общаемся то есть до этого димаста не знал моего текста я ему просто звонил по телефону говорил вот такая ситуация так то можно но он не знал когда выходить ничего и до батла надо было как-то об этом сказать соответственно 11 это видел я подумал ну видел ладно может быть он поэтому решил повторить я не знаю потому что и динант димаста стоял там за мной на батле вот и поэтому смысле сам себе противоречие в чем противоречие короче все до этого видели что что-то что-то будет вот поэтому зашкваром я это не считаю те кто димасту ненавидят и те кто пишет эти комментарии это тролли которые просто зависли в интернетном развитии и ни одного этого слова вы димасте не повторите вот ладно димасте я борюсь боюсь что и мне не повторить этого слова да вы даже династу не повторите какое-нибудь обидное слово вот в этой ситуации династ красавчик я не считаю что прям это как-то зашкварно вот в этой ситуации он крут повел себя очень очень хорошо мне понравилась его реакция и я знал что если там вдруг димасте конечно же похер на династа потому что для него он такой же обычный персонаж да который что-то ляпнул в интернете таких тысячи поэтому я понимал что если там вдруг начнется какой-то кипиш да и полезет димаста там как-то разбираться я конечно его становлю и скажу что чувак но но я ему и сразу я ему бы я предупредил сразу димасту что не надо там никаких он предлагал говорит что может быть для шоу там типа это леща я говорю нет нет поэтому никто не трогал династа с ним никто после батла не разговаривал и если бы с ним захотел поговорить димаста или кто-то еще я бы сам это лично пресек не было никакой целью как-то запугать напугать или что-то сделать плохое с династом это было просто ответ на батл пьема небольшой да что с их командой то же самое и его слова что он что браги не может ответить за слова да вот я проверил сможет ли ответить динат за слова династ ответил за слова все претензий никаких ни у кого нет он красавчик и я не считаю что из-за этого как-то battle пошел не так вот первый раунд ладно закончился хер с ним давайте второй раунд втором раунде я не помню я не смотрел battle кстати до сих пор у меня плохо с интернетом поэтому я в пикселях плохо с интернетом в москве поэтому я еще не смотрел battle не помню но во втором раунде у него было по моему по сведению да по сведению классная схема фишка в том что когда я батл против стефана в январе 2016 года я хотел сделать несколько строчек про сведения но такую какую-то смену с какую-то такую штуку со сведением вот схема классная получилась но тогда я подумал потому что стефан звукорежиссер я звукорежиссер я хотел это подвести к тому что заказывайте сведения у меня все но в итоге я подумал блин никто не поймет в зале про сведения думаю ну как то я зачитаю там какие-то да реверберация эквалайзеры компрессия там подрежу верха там и все такое я подумал блин никто этого не поймет и поэтому я как-то забил и вот спустя два с половиной года мне это вернулось бумерангом в лице династа и в зале все поняли то есть я очень удивился очень удивился что прям это реально зашло то есть люди все выкупили офигеть прям до хрена там было каких-то рэперов да видимо я не старался заржать на сведении заржать мне просто это я немножко не считаю что это касается конкретно меня вот хотя я сам хотел это сделать но со временем я понимаю что ну это за это можно забатлить но я вот уже последние пару лет не занимаюсь сведением да то есть как-то изредка когда есть время я там говорю ребята могу свести но прям на постоянной основе я не свожу теперь поэтому поэтому меня это особо не задело но это было круто в этом огромный респект по моему второму раунду то есть я считал я расскажу про батл с лерой расскажу на ваши вопросы это всем привет кто еще раз присоединился мы разговариваем про батл с династом разговариваем про дима 100 разговариваем про схемы разговариваем про леры миронова я сеймур меня не пишет давайте про сеймура тоже вон тут чувак пишет я тоже расскажу про сеймура что сеймуру нахер мне помогать вот и короче это обо всем таком болтаем поэтому вот и что касается моего второго раунда династ сегодня тоже сказал не знаю кто из вас был на его трансляции короче было очень жарко то есть я пришел туда в свитшоте да вот в этом в этой ламе и я как только зашел перед батлами в бар я хирил было 5 августа и я понимал что кондиционер никогда не работает в семнашке и будет очень жарко я и у казаха было пола я горю казах ты мне дашь пола потому что я у меня батл был четвертый какой третий батл с династом я сказал ему что блин чувак я не выживу просто я там потеку про суд кстати расскажу тоже про суд и вообще у нас сегодня час поэтому три истории по 20 минут как раз да удобно вот про суд напомните мне в конце я вам расскажу историю про московский областной суд и почему нельзя батлить в принципе вот и короче казах медал пола мы переодевались в пиццерии в вип-комната где проходят где проходят судейские решения рестор смотрит на это пола и говорит бля говорит что это за говно казахское иди выбери себе футболку я говорю о супер я пошел выбрал футболку себе версуса говорю чё саня он говорит все это подарок большое спасибо рестору за подарок футболку вот я в этой футболке простоял два батла потом переоделся в пола от батлил и снова в смысле в этой в пола в свитшоте и потом снова переоделся футболку так вот суть в том что было очень жарко во втором раунде я просто начал сбиваться из-за незабытого текста с текстом я все нормально было но я понимал что если я начинаю начну дальше также агрессивно раскладывать раскладывать ну то есть агрессивно читай да как я вот это вот руки трясутся я подают агрессивный факт тем более там было про рок-н-ролл да вот это и я понимал что у меня просто не хватит дыхания потому что было очень жарко а на третьем раунде династа я понимал что я теку я не знаю на видео видно или нет но я прям стою я скидываю под потому что блин это просто жопа было очень жарко это все знают вот таймер меня не сбивал давайте сразу я пишу свои раунды по 230 то есть у нас было 330 без шума и потом все у меня были раунды по 230 но я все равно не флиппал потому что я боялся вдруг обрубиться вот мой четвертый этап четвертый этап был сразу скажу можете все уходить если хотите спойлеров там про суд если такое вот я не я не надел одежду энрейджа мне рестор дал футболку потому что сказал что одежда энрейджа говно и он вечно проигрывает вот и во втором раунде соответственно я потек немножко из-за этого из-за этого избивался вот про пола казаха инфа да это шутка чё вы ну не понравилось рестору не понравилось вот поэтому очень жарко третий раунд в общем третий раунд я когда писал оставалось очень мало времени то есть я считал что у меня первый второй раунд реально сильные вот и третий раунд у меня осталось мало время на подготовку скоро батл надо учить я понимал что мне надо писать мне надо писать очень быстро и как по мне третий раунд я написал самый слабый свой ну то есть он для меня был слабый потому что там 0 панчлайнов вообще я не скажу 3 не скажу кто соперником был на четвертый этап вот если я заебал игнорить то чувак выходи с трансляции зайди кому-нибудь другому на трансляцию кто с тобой пообщается вот 20 минут прошло кстати первая история закончилась да вот и короче я обдумал что это я потек потек от раундов династа четвертый этап был я уже сказал чуваки вот и в общем то в третьем раунд я думал что он был самый слабый вот и оказалось наоборот то есть у меня была эта идея про виталика про его трансляцию блин с качеством я не знаю чего ребята серьезно с качество должно быть нормально вот и поэтому поэтому вот как-то так третий раунд очень круто зашел блин про суд я расскажу в самом конце ребята кто хочет знать про суд мы сегодня должны обогнать династа хотя бы по донатом поэтому 9 рублей ему там 6 рублей скинули хотя бы 9 рублей ребята накидайте и будут вам спойлеры вот про бары я тоже расскажу про бар я расскажу вот третий раунд я думал будет слабый получился самый сильный авторитетные люди сказали что это был в принципе самый сильный раунд со всей встречи вот я с этим с этим не согласен ну получилось круто поэтому ладно зашло зашло вот хотя бы за это мне не стыдно вот твой рисунок крутой я его выложу в историю вот проиграл проиграл про леру миронову блин но трубат ли был батл у меня с лерой мироновой за это уже предъявлял не сеймур на батле и тут в принципе всем виталиком кстати салют виталики большие пальцы вверх давайте так сегодня чтоб виталики не обиделись если есть виталики виталики палец вверх виктор и палец вниз давайте так виталик ты крутой виктор и сегодня вниз перед проведем перепись виталиков и викторов всем привет кто присоединился вот и суть в том что я расскажу про бар на чем я остановился все тут сбивают вот проле был батл с лерой мироновой где должен был чувак выступать его зовут костен саша костен привет но он короче у него есть такое свойство он не приходит на батлы вот и в то время меня я был еще участником слова спб вот и меня попросил организатор глеб файф говорит ну выйди надо что-то сделать они распечатали маску маску костена и сказали блин распечатай чего-нибудь ой смысле чего-нибудь по фристайли хотя бы я буду я не фристайлер вот у нас был с ней второй баттл но у них запланирован на первом батле я стоял накидывал варианты в тот момент кстати про кудрявую родилось что типа твоя девушка как там чё-то кучерява живет вот и я надел ее маску и просто кидайте монетки я спойлеры да какие-нибудь скажу сном и какие то не скажу собачка прыгает вот и саша костен вот этот который должен был с ней батлить он сам по себе такой здоровый чувак прям толстый ну не толстый но здоровый вот да у нас был четвертый этап осталось два батла все чувак ты доволен и поэтому я и сказал про сиськи я не помню достойную цитату за это мне уже предъявлял сеймур на нашем батле про гинекомастии битенька прости короче про большие сиськи что я их закручивал как роллы вот вся история то есть это было исключительно я читал от имени костена вот этого чувака поэтому поэтому вот история про сиськи следующая история чем интересно спрашивайте короче спрашивайте накидывайте варианты потому что опять все исчезло как-то из головы вот израилю привет израилю привет у пьема реально больше сиськи вот поддавайте по поводу бара по поводу бара я ничего не знаю про суд расскажем в конце вот ну то есть где нас просто раздул это то что я там хвастался что у меня сиськи больше вот я предъявил лере мироновой вот и все но это было меня не хотел флипать я в чё-то там сказал по моему да какой-то флип не в рифму вот но чё-то собака вот но не хотелось флипать потому что был таймер вот владикавказ тоже привет вот по батлу мнение сэймур с лёхой ну может быть расскажу геленджик тоже салют всем городам салют ребята давайте сделаем вот что мы сделаем перепись городов пишите из какого города я просто буду вам рассказывать какую-нибудь херню и посмотрю географию тут 53 54 человека вот это круто вот спасибо за батл я вообще не парюсь это было 5 августа ну проиграл и проиграл в четвертом это был четвертый этап 4 это был полторы недели назад и в общем-то прошло все хорошо курган анапа питер москва все о бурлов вася ты из москвы оказывается вот и новодвинск салют эрик салют новодвинск в москве я отдыхаю я уехал после батла и короче полторы недели назад был четвертый этап я не скажу с кем ну то есть нельзя говорить по поводу бара я ничего не знаю по поводу архангельск салют отдельный салют архангельску вот и чем кстати если кто-то скинет больше чем 9 рублей я вам могу прочитать 4 строчки с моего приветствия на четвертый этап это было практически фристайл но это было прикольно архангельск салют вот поэтому давать кто хочет по 4 строчки он прочитает вот и в общем-то питер москва уехал после батла четвертый этап был там таймеров уже не было по поводу баров я не знаю бар закрыт там ничего не говорят ну я думаю что бар закрывают на расширение вот и все ну то есть мое мнение о извините за шум я тут вижу этом в большом типа кресле набитым пугалом вот тамбов салют салют тамбов поэтому так про бар и ничего не знаю из-за чего забанили канал я тоже не знаю моя реакция была такая типа ну нихуя себе типа что такое салют занюхинску занюхинск салют огромный занюхинск вот короче пятигорк салют я не знаю не знаю ни по бару не по каналу канал я думаю заблокировали из-за панчлайна про малофеева но когда-то постановили вот просуд да просуд я расскажу очень серьезная история про суд ребята она убьет желание батлить у вас связываться с серьезными людьми поэтому всему свое время давайте еще минут 20-30 поболтаем спрашивайте по поводу одежды короче спрашивают одежды одежда индивид это чуваки из архангельска у меня уже спрашивали мои будущие оппоненты как я им помогаю пиаре это абсолютно безвозмездно чуваки из города архангельска офигенная одежда вот она видно и в четвертом этапе я выступал вот в таком свитшоте ребята как вам свитшот отпишитесь этот свитшот в единственном экземпляре в мире вот смотрите это тигра это индивид это тигра это голубь и в четвертом этапе мы этих голубей вот свитшот в этом свитшот был на мне ну вот рекламу ставок забанили окей вот такой свитшот в нем я выступал на в четвертом этапе вот он пока в одном экземпляре почему такой индивид дорогой я не знаю я здесь ни при чем правда вот и если кому-то будет интересно можно будет сделать эту серию то есть пока визуально запомните да вот он такой черный свитшот здесь тигр тигр хватает голубя тигр боя хватает какого-то голубя другого вот но не династа вот потому что династа что-то не получилось захватить вот так что если будет желание я потом попозже может быть сделаем спасибо пол вытирать можно чувак вытреп своим балахоном пол кепка индивидовская кепка у меня есть это не мусор со стены в смысле какой мусор со стены я не дома нахожусь чуваки я в гостях нахожусь поэтому я не выбираю московскую прописку вот в общем то нормально про микси что я могу сказать ну с микси будет когда-то батл по поводу микси давайте в третьем этапе концовка что типа не по оппоненту не по оппоненту там маконана ну маконана просто блин ну sorry sorry чувак маконан кстати очень классный чувак мы после четвертого этапа с ним пообщались я его считаю очень светлым таким парнем ну типа вы поняли да светлый но вот очень добрый добрый чувак всем салют кто еще раз пришел просто но мне захотелось это сказать что да мне не разрешили баттлить но не разрешили мне баттлить но разрешили а со стены вконтакте мусор дай нахер этот мусор про контакт я тоже расскажу для будущих оппонентов и для всех вот и маконан классный светлый чувак вот мне захотелось сказать о том что мне нельзя баттлить было где-то да то есть правила работают у нас очень много такие при очень много примеров когда понимаете когда правила на голубей не распространяются на тигров внимание перед четвертым этапом наш корпоратив на 28 минут выходит за три недели до четвертого этапа корпоратив голубей выходит за три дня до этапа на 56 минут вот и смотрите ребята то есть таких примеров на самом деле очень много мы это не выносим понятно что да вот но и просто я хотел об этом сказать что мне нельзя в одном го в родном городе вот этому педику для длинному можно баттлить вот но маконан просто я хотел сказать пары там типа маконан хохол типа просто хохол вот ну чё там ванна маконан так хохол типа зачем баттли тем более никто не знает кто такой хохол блин ну пришлось скорбить маконана ну чувак ссори но это же батл батл рэп вот и просто хотелось сказать что микси можно да он не умеет читать собака играет ты что там спика играешь вот и хотелось об этом сказать и вообще похуй на самом деле чё там кто пишет мы просто до пизды вот и какая разница у нас нам просто нельзя баттлить нигде нам нельзя баттлить нам нельзя публично появляться ну я утрирую да вот мне не разрешили на финальном мы не по баттлить вот соответственно мне интересно почему нам нельзя и можно вот и все я об этом сказал соответственно да по поводу twitter в twitter меня нет тот чувак который фейк он смотрит мои трансляции ну чувак блин ты не смешной смешной вот этот тигр даже смешнее чем ты не знаю зачем ты там срешься со всеми людьми короче в твиттере меня нет еще раз запишите все вот ну а некоторые до сих пор продолжают продолжают до сих пор общаться с моим с моим фейком вот финальный main это был в городе архангельска 20 мая по моему был за 20 дней до батла слетаем был второй этот пиво я пью чудо йогурт вот был второй сезон тру батла финал вот мне там не разрешили побаттлить но я все равно съездил поддержал братишка ты чё ты чё а вот потом собачка только ко мне опять хочет прыгать прыгай собачка ко мне иди ко мне иди ко мне тебе лайков накидаю иди ко мне за лайками за лайками в москве я отдыхаю москве у меня девушка еще в москве у меня еще вот такое чудо накидайте лайков накидайте мне лайков я красивая собачка вот и да не платила демасте за тот выход демаста дружит со смоки мо поэтому поэтому так вот про одежду сказали девочку я показал после проигрыша ну да то есть 4 джекушку я тоже люблю кстати саша четвертом этапе немножко поменялось я недоволен своим выступлением на четвертом этапе то есть не все мы не все появилось бига сильнее бига сильнее не все получилось у меня в четвертом этапе ну в общем то ладно будем работать над ошибками в принципе время есть вот помимо батлов я прокрастинирую как бы сказал летай улетая треки и слушал некоторые но пару треков просто батлов рассказывать нечего рассказывать нечего потому что ну как бы чё рассказать хер знает что по этому поводу сказать вот в четвертом этапе у нас не было таймеров и мой текст в среднем было на две с половиной минуты больше то есть весь чем предыдущие обычно я писал по 7-8 минут на три раунда то есть по 9 сейчас у меня было чуть ли не на 11 минут вот и в четвертом этапе я считаю что я написал свой лучший текст ну как написал я попросил сэймур и он написал и люди которые до сих пор верят что мне там помогает сэймур и пишет блин чуваки я бы так разносил если бы не писал сэймур но к сожалению сэймур мне не пишет и его-то батлы еле и вышли на версусе выходят если сэймур в трансляции кстати привет серёга если ты здесь вот его вырезают вырезают строчки с батлов так что он мне не пишет вот влада с колыбями тиграми не знаю когда закончится история скорее всего в январе феврале сезон закончится вот потом люди которые пишут один я наткнулся на один очень классный коммент это понимаете прям прогресс прогресс не стоит на месте короче чувак пишет чувак пишет какой-то чувак вот я случайно наткнулся комменты я обычно не палю ну так скажем не скинули вот и короче и меня видно спасибо спасибо вот чего хотел рассказать то блин опять сбился напомните чаще хотел сказать мне какая-то память такая типа пау как у рыбки собачка посидела у меня выпало а вот про коммент короче и чувак пишет тигровод чувак пишет не смотрите батлы сэймура ой не смотрите батлы бови он херово батлит посмотрите хотя бы он не умеет батлить посмотрите его батл с паровозом я такой думаю чё батл с паровозом после которого я зашкварился был два с половиной года назад сука ты два с половиной года назад не мог считать квадратные уравнения а сейчас уже выбираешь дискриминант или теорема вьета поэтому таких комментаторов я ебал в рот вот и спасибо всем своим пусть вас будет 50 человека не 500 но вы самые лучшие самые адекватные вот понимаете два с половиной года назад прошел мой батл с паровозом и люди до сих пор его сравнивают и думают блять ему пишут тексты сука прогресс не стоит на месте понимаете не стоит на месте прогресс люди вот но как бы я не оправдываюсь просто смешно бывает люди неадекватные спасибо всем кто со мной кто реально не отписался да сослан закрытый доступ этот батл с паровозом мисси или роналду ну конечно мой одежда ну-ка чё там пакет какой-то вот респект респект вьета теорема вьета респект дискриминант что там b квадрат минус 4 отце пополам да типа такого я просто физмат если чё вот поэтому я развиваюсь и это я к чему еще подводил что я надеюсь после ну не надеюсь а я сделал выводы после проигрыша да то есть по подаче что-то менять это norfolk norfolk терьер вот фамилия богатыренко да это вообще не тайна по поводу контакта у меня в 2007 были меня не видно ну ссоре 2007 году у меня появился контакт с августа и я не меняю то есть я не чищу никак стенку не меняю информацию потому что мне абсолютно похер можете батлить за это и лайкать мои посты 2007 года мне как бы абсолютно все равно по поводу контакта вот и все а да b квадрат минус 4 отце вот спасибо кирилл ты дерзкий школьник раз еще не спишь красавчик вот потом чё ну тут четвертый этап судили хорошие хорошие судьи нормальные вот и фамилию я кстати поменял еще за полгода до фреш блада я переехал в питер в октябре и надо было искать работу я понимал что сейчас очень прошаренные я за хабиба буду хабиб хабиб же свой вот и я понимал что люди которые будут смотреть мои резюмешки до которые я посылаю они очень прошаренные не могут заходить в контакт и все такое я подумал они зайдут в контакт и посмотрят что я рэпер я рэпер они скажут ни хера себе он рэпер отлистают назад скажут ёб твою мать ты рэпер у тебя батл с сеймром отлистают еще у тебя батл с паровозом а если не посмотрит батл с паровозом они скажут нахера ты нам такой отсосник нужен ты же херово батлишь и поэтому я убрал свою настоящую фамилию и спустя четыре месяца я попал на фрешблат вот фамилия бовин ну потому что просто потому что боин потому что бои вот поэтому фамилия никак не связано с контактом ой смысле не связано с фрешблатом что я поменял вот по поводу двух этапов я рассказал ой по поводу двух заявок я рассказал в предыдущей какой-то трансляции очень подробно вот короче давайте теперь можно накидывать какие-то вопросики можно до фамилию ну вы зачем возвращать фамилию был ладно кто надо тот знает фамилию матча локомотива очень плохо на rbl меня ждать но пока как зритель 20 октября на финале меня не будет потому что у меня в москве будет дело мы скоро запускаем один проект я вам потом узнаете вот на rbl не батлил но карбел отношусь очень круто вот несмотря на то что за бы меня троллит в одном жизни мы нормально общаемся антоха крутой крутой чувак до питера я жил в архангельске давайте еще 20 минут у нас его парагрин зданий и сделайте вот так вот для гриши парагрин а потому что он очень крутой вот личка закрыта потому что но будут все писать это очень плохо я и так не люблю очень много отвечать я просто не люблю когда висят сообщения я отвечаю всем то есть у меня нет такого что там 450 непрочитанных сообщений у меня всегда 0 вот по мере возможности я разгребаю гриша салют видел тебя тут была трансляция на меня было все плохо с интернетом поэтому не смог не смог в этот не смог присоединиться саранск привет привет саранску привет парагрину от парагрин нет сегодня с димой шумом закрешился мы тут за половились с шумом вот всему юкб респект вот это очень крутой город парагрин браги сектор шум это просто топчик вот еще есть электромышка там еще всякие люди есть вот ну короче очень крутой город как-нибудь надеюсь побываю кстати в екабе свердловске екатеринбурге вот дед пришел проверить как я тут вот пишите гриша вот так что поэтому я самый незазнавшийся из голубей тигров возможно кто то еще такое есть я отвечаю всем всегда и наверное всего с момента появления на фрешбладе отправил в банк пять десять человек вот архангельск привет я из архангельске я если что из архангельске позорным я не считаю свой проигрыш потому что выступление было хорошее в целом я не очень доволен что я второй раунд немножко слил из-за запинок своих да из-за воды вот но чего позор там в поражении ну блин проебал и проебал чуваки без проигрыша не бывает побед понимаете чтобы длились какие-то длительные серии надо сначала проебать хорошенько и потом выдать серию вот поэтому давайте еще в последние там пять минут я вам расскажу про суд нагнетаю интригу жду когда девять рублей кто-нибудь скинет я правда не вижу не вижу кто чего скидывает вот если кто-то что-то скидывает то спасибо это чисто из-за династа вот это вот номер карты потому что мы должны больше его сегодня накидать правильно вот дальше больше с кем бы побатился не с фб и с версусом я не знаю собачка опять ко мне прыгнула вот я не знаю потому что потому что пока давайте сезон закончим еще минимум два батла идея полуфиналов хорошая да не знаю будет или нет до сих пор не знаю как это будет все пока мы просто готовимся к следующему пятому этапу вот время есть конечно же еще никто не начинал вот и кстати из этой прокрастинации прости мама но я прокрастинатор вот из-за этого я написал третий раунд на династа то есть возможно он был бы другим если бы у меня было мало времени но я решил что мне надо просто закончить я был уверен что я смогу дина 100 брать первым вторым раундом даже не димастой а всем другим и короче ну-ка не ползай в пакет ну-ка тут вот и просто это но в итоге получился такой я в москве сейчас слова кпсс как батлер хороший как человек ну как то так где это бодрый денег над моя группа где нас спросил какая у меня группа по счету но в принципе пофиг это знаете как футбольная команда ты когда в команде тут и должен все равно выкладываться неважно ты уйдешь оттуда или нет все в команды в которых я участвовал я на связи с чуваками команду меня было реально реально много текстовые батлы онлайн батлы порода собаки и norfolk терьер мелкий norfolk терьер вот давайте еще какие-нибудь вопросы накидайте накидайте респекта в гришу накидайте респекта в там голубям накидайте 9 рублей ну вот еще 15 минут расскажу про суд и в принципе вроде по батлу все спасибо огромное за поддержку майлзу я не дал с майлзом недавно виделись уйди из пакетов уйди вот и с майлзом недавно виделись мы ходили все вместе на battle бра площадка бра московская московская площадка вот бодрый день игнат не бодрое утро бодрый день игнат и вот мы ходили на батл на батлы бра недавно был main event юля киви против спасителя юля киви прям сделала ну сделала хорошо и поэтому поэтому юля молодец юля комплект нас вот майлз ну майлз растет и мы стояли на улице нас было то есть палмтропов майлз я еще чуваки и проходит чувак такой привет я смотрю огил прикиньте москва настолько маленькая что ты можешь стоять просто недалеко от газ голдера клуба в этой области это курская курский вокзал просто стоишь между батлами стоишь пьешь пиво и проходит огил и такой говорит я просто мимо проходил видите тебя тебя увидел и все я остался с нами тусить кстати огилу респект с огилом на связи могу хороший я не читаю своего фейка в твиттере мне просто когда что-то весело происходит мне скидывают огил ходил на бра но он попал туда совершенно случайно то есть он проходил мимо увидел меня и остался с нами тусить вот и все очень все просто происходит в батл рэперов вот и очки сломал там чуваку одному конечно огил микси уберет просто в ноль до рад за огила что его вроде как пригласили в основу ческать по батлу по батлу сеймура это не лучший батл сеймура и это худший батл лёхи мит все что я могу сказать правда я не хочу как-то что-то говорить по этому поводу особо ну батл не очень хороший вот ну потому что я считаю лёха медь убил вайп своими раундами ну ему надо баттлить слетаем вот в таком формате слетаем они прям классно а мы бы сеймром еще раз побаттлили в основу версуса основа чего йогурт вкусный без рекламы вишня черешня чудо йогурт офигенный спасибо ну блин найдете вы много переписок что микси прям отвечает моему фейку в твиттере ну раньше отвечал про свитшоты я говорил уже это индивид это индивид и индивид вот собака пытается запрыгнуть на кровати мне не получается собака иди тебе лайков накидают хочешь лайков вот свитшоты индивид к микси кстати я нормально отношусь как баттллер вообще мне не нравится и в общем-то батл с фейером я считаю один из худших на сезоне фрешблада с обоих сторон ну 50 на 50 если б олег третий раунд не слил он бы разорвал очень хорошо если бы он вообще не запинался это был бы хороший баттл но из-за запинок все убивается я это понимаю потому что я сам запинаюсь от этого никуда не деться просто понимаете я тоже раньше думал что я никогда не забуду текст в принципе на слово спб я не забывал не забывал там трубат ли и все такое но это реально непредсказуемое это очень много факторов из-за чего ты можешь сбиться и конечно это виноват в этом только ты потому что ты всю ответственность на тебе ты же ты же готовился вот но сбить может все что угодно в баттле со смешариком у меня было если помните в третьем раунде я забыл текст то есть была хорошая подготовка я просто просто переклинила я просто забыл переход вот и все окси и забы батл реален но я бы посмотрел я бы посмотрел на этот батл микси худеет с каждым батлом ну потому что микси сидит на чем-то запрещенном про бодибэк ну я читал что ты тут написала ну напомни еще раз про бодибэк сейчас манчестер на этот кстати играет вот микси 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 его дело микси в общем хер хер с ним с этим микси вот как батлер мне не нравится как человек я не общаюсь на битах я не знаю на битах я бы поугарал кто смотрел кто смотрел мой батл с эймуром я выдал там акапельно без битов а серёга сэймур ту пой да 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 серёга сэймур ту пой короче вот это вот очень круто сэймур ой сэймур смоки везде ваш сэймур заебал сэймур у смоки выйдет альбом зимой на последнем корпорате он включал нам несколько песен этом это вышки просто ну то есть насколько я могу судить по битам и по всему должен быть очень хороший трек я надеюсь ой очень хороший альбом всем салют кто пришел 50 минут я надеюсь что так оно и будет и альбом зайдет правда он ушел из рэпа сэймур да никто мне сэймур мы сэймуром дружим лет десять уже чуть больше про суд давайте последние пятиминутка мауриньо я думаю дотянет до конца сезона и ну если бодибэк вот сказал именно так что я пиарю как преданный щенок локальной площадке ну если вот он сказал именно так то скинь мне ссылку я часто встречаю бодибэка на всяких мероприятиях я спрошу у него если вот конкретно так он написал вот но он в принципе прав что я никак не отношусь к трубатлу но я пиарю их потому что и очень мне симпатизирует организатор организатор глеб файв кстати третий сезон трубатла у меня на стене вконтакте найдете информацию найдете у меня информацию и сдавайте заявки в общем я нормально отношусь ко всем этим к такой критике да но когда мне что-то не нравится я стараюсь ну у человека спросить вот вам небольшой спойлер после отборов когда вышли только ну только прошли наши батлы до 18 марта был отбор на четвертый сезон фреш блада и на следующий день у забы была трансляция и в которой он или в этот же день была трансляция ну в которой он как-то очень нелицеприятно обо мне высказывался и говорил что при этом в жизни он охуенный витек чувак и все такое вот и блин ну чё мы общаемся с забы когда видимся хорошо и я просто у меня есть номер забы я позвонил забы это смысле не то что там это знаешь я спросил забы я позвонил забы и спросил почему он так сказал обо мне и мы все разрулили короче таких ситуациях люди просто вам совет если вам что-то не нравится лучше узнать у людей напрямую а не верить всяким сплетям вот и все короче что еще давайте три минутки спасибо всем за поддержку ребята про суд я сейчас расскажу в последнюю пяти минутку на самом деле я бы еще поболтал боли но как-то да уже спать надо мне еще ночью надо ночью еще надо сказать про суд вас ждет офигенная развязка офигенная развязка про суд да спасибо за меня голосуют те кто за суд ой плохо плохо привет украине всем привет короче пожарская хватит передергивать да немножко подбешиваешь всех в чью команду я не хотел у меня не было предпочтения в какую команду попадать но я рад что я попал в команду смог и смог и мне нравится как ментор как человек как исполнитель вот я мне не нравится то что происходит в команде мирона в плане голубей и вот это всего и поэтому я рад что я на своем месте оказался чехия салют в чехию когда-нибудь надо съездить я в чехии был в чехии очень круто респектую с команды голубей ну блин я всегда с пьемом хорошо общался очень редко но но нормально вот и поэтому нет никакой то такой антипатии пообщался с джоном макконаном после четвертого этапа джон макконан крутой чувак вот мне понравился джон макконан он светлый парень прям искренне с ним можно пообщаться вот а так даже со всеми нормально миксе мне не очень нравится но мы особо не общались с ним как человек вот династ классный да все классные летай прикольный понимаете это турнирка у нас нет особой вражды то есть ну блин война стилей да надо баттлить вот но прям такой ненависти какой-то нет то есть нас свела турнирка эта турнирка нас свела нас свела смотрите четвертый этап макконан хороший макконан стал прокачиваться кстати марку вот вы увидите скоро батлы макконан прокачивается нормально вот начался четвертый батл и раз уж я показал тигров четвертый батл мое представление четыре строчки и раз сегодня можно фристайлить кто сразу соблюден формальности эта команда смог и мой молодой тигр из архангельска это витя бови самый трушный на этом поле боя а твой стиль наёб как кофейня джонни боя пау кстати нет я не думаю что я говорил бы мирона я бы просто терпел скорее всего как пьем но подстраиваться пришлось бы я не то что скажу что если бы я попал в команду голубей я бы все типа жизнь закончена но я бы скорее всего ну как пьем просто как пьем пришлось подстроиться под ситуацию я не знаю какой ментор мирон мы общались в жизни после этого случая он завязал пить мы очень сидели тусили со смешариком с смешарик ну короче двумя командами нет это не макофе это не макофе это причем здесь макофе макофе здесь ни при чем это короче ссылка просто к и дудю потому что я охерел когда я посмотрел интервью дудя и когда он сказал что у меня не было кофейни я такой чё офигеть я сразу подумал блин это короче на ёб судьи судьи были нормальные судьи были кстати ну такие необычные необычные судьи ресторатор зовет разных судей старается это хорошо так ребята 4 минуты осталось история история почему я такой охуенный пишите мне в личку почему я такой охуенный пообщаемся всем отвечаю вот если вы не заебывайте если вы адекватные то я прям от души всем рад спасибо большое за поддержку вот даже если сегодня был пикселем вот собака сейчас знаете что делает она жрет видеокарту видеокарта geforce там какая-то gx 1070 мне ее попросил купить в москве мой комрад мой дружище андрей рэйван и попросил купить эту карту с рук вот какая-то мощная супер видеокарта и он не скидывает номер телефона и адрес вы знаете где этот адрес московский областной суд представляете и вот я поехал станция метро мякинина мякинино где крокус сити холл я поехал за этой видеокартой снял денег налички 18 тысяч рублей как сейчас помню и поехал в здание областного суда и потом думаю какой бы сделать такой трэш трэшток я думаю блин давайте я сфоткаю это здание и напишу что батлить нельзя все купились все купились вот и вся история понимаете я недены любая задача по математике может начинаться с фразы средний статистический династ расскажет три истории за час Ну, типа того. Среднестатистический динарс расскажет три истории за час. Вот. Так что, короче, вот такая вот. Никакого суда, все нормально, не переживайте. Про суд я только что рассказал, чувак. Вот. Трансляция, может быть, выйду когда-нибудь. Вот. Никаких этих... Я обычно предупреждаю, обычно предупреждаю о трансляциях, чтобы люди были готовы, да, настраивались на вечер, на позитивный лад. Вот. Позитивный лад, как PM. И поэтому я предупрежу, когда будет трансляция, если будет следующее. Вот. Всем, кто переживал насчет суда, простите за наеб. У нас последние две минуты прошли. Хмельная фея, привет. Эфир я сохраню. Вот. И всем спасибо за поддержку. На самом деле... Нет, чувак не майнит, но ему что-то надо там сделать для какой-то хрени. Короче, вот. И в пятницу, ой, в субботу в эту мы собираемся офигенной нашей командой. Команда пятый элемент. Витя Бови, Сережа Сеймур, Сережа ВС, Денис Дио Ваудио и Андрей Рейван, благодаря которому я узнал, где находится Московский областной суд. Вот. Мы все соберемся в Москве. будем в субботу тусить. Мы недавно выиграли командный батл уральский. Вот. Я не знаю, попало это в интервью или нет. Я еще батл не смотрел. Короче, всем спасибо, ребята. Я постарался ответить прям на на все эфиры. Даунов в чате. Ладно. Всем спасибо за помощь. В общем, мы сегодня ночуем с собачкой без девушки. Поэтому сейчас пойду гулять и все такое. Спасибо всем адекватным. Я рад, что у вас 50 человек. Как бы нахуй хайп. Просто не шарит никто. Я тигр злой. Киллер, как Леон. И ворюсь в этом жанре, но не кичусь этим. Вот огонь в глазах. Попробуй типа туши. Не похуй на музыку. Просто считаю, что все должно быть или там идти от души. Все от души. Всем большое спасибо. Все вы адекватные. Очень люблю вас. Ждите батлов. Четвертый этап был неплохой. Прикольный. В субботу мы призовой на уххб пойдем пропивать как раз. Вот. Всем большое спасибо. Всех люблю. Витя Бови самый трушный на этом поле боя. Все дела. Команда Смокимо молодые тигры. Анана. Анана. Спасибо. На связи. На связи. На связи. До свидания. Ужи. agent.